Друзья, еще по старому каналу многие из вас знают, что я болею с самого детства за Мадридский Реал. Также по выпуску Тьери и Андри я признался, что моим вторым любимым клубом, которым я всегда симпатизировал, является Арсенал. И еще будучи 12-летним мальчишкой, я случайно включил телевизор и увидел футбольный матч, в котором незнакомый мне Арсенал с их лидером Андри красочным образом терзали своих соперников. Именно тогда я влюбился в этот клуб, в Андри и в Венгера. Я всегда поддерживал их и ждал, как и многие чемпионского титула. Но вот уже почти 20 лет, я и все канониры ждут этого успеха. Я думаю каждый верил в то, что Арсенал в этом году способен поднять этот кубок. Но я до последнего в этом сомневался, и на это есть несколько причин. Помните тот мощнейший Арсенал с Фабрегасом, Ван Перси, Насрии и Венгером во главе? Я сравнивал эти две команды и понимал, что если те парни не выиграли, то этих шансов практически нет. Согласитесь, тот состав был сильнее. Да и Венгер как тренер внушал гораздо больше доверия, нежели Артета. Чисто из-за своего большого опыта. И вот в этом моем большом предложении кроются первые два моих тезиса. Артета как тренер еще не созрел для громких побед. У него в голове есть одна рабочая система, он в нее влюблен. Именно под нее он подбирал себе футболистов. Именно они давали результат. Но потом, когда из основной обоймы начали вылетать главные лидеры, результаты начали ухудшаться. И проблема Артеты как раз заключается в том, что ребята из основы полностью вписывались в его видение игры. Но резерв совсем не соответствовал его требованиям. И даже несмотря на это, Микель начал не философию менять под игроков, а просто ставил тех, кто не совсем вливается в эту игру. В этом главное отличие Артета от Гвардиолы. Хосеп вообще не боится экспериментировать. У него всегда в голове море идей, и он постоянно их проверяет на работоспособность. Я уверен, что если в один прекрасный день ему придет голову сделать из Холланда защитника, он и это попробует. А вот у Микеля с этим проблемы. Тренер, который не готов к стрессовым экспериментам, не совсем готов и к чемпионству. Поэтому на дальней дистанции Арсенал, в отличие от Сити, и дал сбой. Вторая проблема это игроки. Вот я знаю этот клуб 18 лет, и все это время у Арсенала одна и та же беда. Игроки меняются, но психология лузера остается. Но нет у этих парней лидерских качеств. Да, вы можете привести в пример, мол, вон, недавно горели 0-2 или 0-3 в команде со дна таблицы, и ничего, отыгрались. Но, ребят, команда, идущая к чемпионству, не может позволить себе такой идиотской осечки с трупами с подвала. Чемпионская команда это та, которая с уверенностью одолевает таких соперников. Чемпионы это те, кто как минимум на равных борется с главным претендентом. Они сидят как трусы почти весь матч в глухой обороне. Этим парням банально не хватает ни опыта, ни яиц. Но вот боятся они играть в свой футбол в самых важных отрезках сезона. Менталитет такой, и с этим нужно либо бороться, либо свыкнуться. Вон, соседи по городу уже лет 20 как свыклись к этой роли. Поэтому Конто их и закидал, по-моему, в последнем интервью. Третья проблема это отсутствие суперзвезды. Да, мы можем петь дифирамбы и хвалить Сака каждый матч. Да, он красавчик, он жесть как прибавил. Но на данную минуту он не суперзвезда. Звезда, безусловно. Но до приставки топ, ему еще пару сезонов нужно так откатать. Такому арсеналу нужен либо Модриш, который бьется до последнего даже в свои 37. Либо Роналду лучших времен. Хотя мне кажется, что и Криштиану в нынешней кондиции тоже бы подошел. Просто потому, что у него чемпионский менталитет. Он ненавидит проигрывать. Он умеет заводить игроков. Просто к таким парням нужно уметь находить подход. Да даже тот же самый Златан идеально подошел бы. В каждой раздевалке я считаю, что должен быть Батьк. Тот, который возможно и не будет играть все 90 минут. Но будет главным звеном между командой и тренером. Тот, который и люлей спокойно навешает и похвалит. А таких игроков в составе арсенала пока нет. Есть классные молодые ребята с хорошим потенциалом для роста. Но такие ребята всегда были в этом клубе. И во времена Венгера, и во времена Эмерии, и у Артеты. Но поймите, нельзя выиграть чемпионство без суперзвезды в составе. Да и о какой суперзвезде может идти речь, когда у тебя банально играют 15-16 человек. У тебя нет обоймы. У тебя нет запаса. Хорошего количества тех, кто готов поменять основных игроков. На этом у меня все. У микрофона как всегда был Артака Мариан. Увидимся в следующем выпуске. Я думаю как раз мы с вами поговорим о ситуации Лионеля Месси и ПСЖ. Ну а пока не пожалейте своего жирного лайка и подписочки на мой медленно, но все-таки прогрессирующий как Арсенал канал. До новых встреч, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok